МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Спасти 233 жизни или чудо на кукурузе". Здравствуйте. Гость нашей программы Дамир Юсупов. Герой России, пилот, который в 2019 году совершил аварийную посадку самолета, спас жизни пассажиров и экипажа. Дамир Касимович, здравствуйте. Здравствуйте. Дамир Юсупов. Российский пилот гражданской авиации, герой Российской Федерации, командир воздушного судна Аэробус А321 авиакомпании Уральские авиалинии. 15 августа 2019 года, через несколько секунд после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский в лайнер Аэробус А321 врезалась стая чаек. Экипажу пришлось экстренно сажать самолет на кукурузном поле. Все находившиеся на борту, 226 пассажиров и 7 членов экипажа выжили. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звезды Героев России. В соцсетях вас называют настоящим героем. Вы согласны с мнением людей? В самом начале тоже говорил, и сейчас такое же мнение, что я выполнил свою работу. В этой ситуации поступил так, как нас учили. Постарался сделать так, то, чему нас учили. Результат, я считаю, что благополучный исход. Выполнили эту посадку, да. Пассажиры остались живы, здоровы, вернулись домой. Но героями я себя не считаю. То есть это обычная наша работа. Что вы чувствовали в тот момент, когда пришлось совершить аварийную посадку? Ваши мысли, о чем вы думали? Каково это спасти жизни? Вот именно уже после посадки или до посадки? Во время вот этой аварии, да. Ну, конечно, все случилось неожиданно. Вот эти птицы, которые попали в двигатель, конечно, мы их не ждали. Это когда на тренажере нас обучают. Нас готовят ко всяким нештатным ситуациям. Например, отказ двигателя, пожар двигателя, какие-то отказы. Система различных. Ты к этому готовишься, ты идешь на тренажер специально, ждешь эти отказы. А здесь происходит все неожиданно. И поэтому, конечно же, было такое повышенное психоэмоциональное состояние, потому что произошло внезапно. Конечно же, был испуг небольшой такой изначально. У нас есть бортовой компьютер, который показывал отказ, срабатывалась звуковая сигнализация. То есть мы видели приборы, показания приборов, как себя самолет ведет. То есть, конечно, было неприятно, но испуга такого сильного не было, страха не было. Как многие спрашивают, был ли страх? Страха не было. С жизнью мы не прощались, то есть действовали, исходя из сложившейся обстановки. Некогда было думать, наверное, и прощаться жизни тоже было не было. То есть мы были именно сконцентрированы на считывании приборов, на анализе потока, вот этого большого потока информации, который шел. Поэтому не было времени думать, вспоминать о близких, или задумываться еще о чем-то. То есть выполняли свою работу. Мы взлетели, получается, практически сразу попали птицы. Прямо на первоначальном этапе на буре высоты. То есть туалет только оторвался, буквально 5-10 метров мы столкнулись с птицами. И весь полет от отрыва полосы до посадки длился полторы минуты. То есть все прошло очень скоротечно, все очень быстро. В одном из интервью Вы сказали, что символ подвига кукуруза с того самого поля до сих пор хранится у Вас дома в холодильнике. Так ли это? Ну да, поскольку мы выполнили посадку на кукурузное поле, сразу ситуацию окрестили, как назвали, чудо на кукурузном поле, пройдя аналогию с чудом на гудзоне, да? Да. Вот, было кукурузное поле, и кто-то из пассажиров сорвал. Он сорвал как бы на память такой символ кукурузы, несколько початков. То есть много початков собрали в коробку и нам к кипажу раздали. В том числе и мне дали. Вот один початок до сих пор, уже прошло почти два года почти, да? И он единственное высох, но не сгнил, то есть какой-то благодать какая-то, что ли. То есть в целости она подсохла такая там. Вот это стебли сами они есть, внутри там есть. Но это кормовая кукуруза, это не для людей, это для скота кукуруза кормовая. То есть, тем не менее, она хранится дома в холодильнике. И даже сленг такой, да? Который сказал наш ташборд-роводник Дмитрий, он сказал, идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы. Тоже такая фраза такая крылатая, да? Которая облетела благодаря вот этой ситуации тоже кукуруза, да? Всего вот нашей посадки. Я знаю, что вас после вот вашей такой гениальной посадки, скажем так, в самолеты приглашали работать иностранные авиалинии. Знаю, что вы были одним из кандидатов, ну или, скажем так, перспектива у вас была стать личным пилотом Владимира Путина. Что выбрали, где вы сейчас работаете? Я работаю там же, где я работал, авиакомпания «Уральские авиалинии». У нас базовая работа в Екатеринбург, также в Москве, в Санкт-Петербурге, в Самаре у нас есть летные отряды. То есть летаю в этих же авиалиниях, меня все устраивает, экипаж, то есть отношения, взаимодействие в авиакомпании нравится наше. Личный состав, условия оплаты труда, то есть все устраивает, поэтому я работаю в России. И о том, что работать за границей, я об этом не задумываюсь. Поступали ли предложения? Ну, была информация, что меня в Эмирейтс приглашали, хотя на самом деле прямого такого контакта, то есть на меня не выходили, или говорили о том, что буду пилотировать президентский борт, борт номер один. Тоже были какие-то вбросы различные в соцсети. На самом деле таких прямых разговоров со мной не было. Может быть, это где-то и было, но до меня они не доходили напрямую. Но тем не менее, я разговаривал с одним из летных директоров авиакомпании. То есть он говорит, Дамир, если хочешь, то есть дверь открыта, можешь. Ну, меня все устраивает, моя авиакомпания, мне все нравится. Я там работаю около восьми лет. А как все же ваша жизнь изменилась после вот того случая? Немножко изменилась, конечно, это стала узнаваемость, медийность появилась. Первое время было очень тяжело, потому что событие такого было общегосударственного масштаба. Показали по всем СМИ, приглашали на различные мероприятия, брали интервью. Люди стали узнавать. Понимаете, это произошло и уже, как говорится, уже не сотрешь. То, что случилось, уже не сотрешь. И с этим надо как-то смириться. Я поначалу думал, что это когда-то закончится, что когда-то все это пройдет, там недели две и все. Но я понял, что мне сказали, что это как бы на всю жизнь уже. Это будут вспоминать вот эти вот действия там. Самое главное, что люди спасены. Ценнее человечки жизни ничего нет. Жалко самолет, что пострадал. Но жизни они намного дороже. И ситуация, это, конечно, со временем успокаиваешься уже. Сначала переживал сильно, возвращался в то утро много раз. Оценивал свои действия, как сделал правильно, неправильно. Поступил по технологии, что можно было поменять. Но, тем не менее... Все правильно сделали? Ну, я считаю, что результат показал, что все-таки этот исход, наверное, все-таки наиболее благополучный. Потому что, если что-то поменять, то и последствия были бы другие. А хорошо бы, если бы они были более хорошие. А вдруг было бы намного хуже. Поэтому менять уже что-то не хочется. Поэтому, что поменялось? Ну, да, вот какая-то медийность такая появилась. Стал проводить время на какие-то встречи со студентами, со школьниками. Ну, времени дома меньше часто. У нас работа и так предполагает. Работа в командировках постоянно. Дома редко бывает. А еще приходится участвовать, принимать участие. И дома мало бывает. Я думаю, что это приятные все-таки моменты, когда общаешься с детьми, передаешь им свой опыт. Общаешься, заряжаешься, где-то энергию даришь, вроде разговариваешь с студентами. Они говорят, тут вас заряжаете, мотивируете. Вроде сам тратишь энергию. А ты, ребят, тоже чему-то учишься, заряжаешься энергией. Чему-то там много узнаешь. Приглашают на какие-то экскурсии. Тоже много узнаешь. Познавательно все проходит. А пассажиры? Какая-то связь с ними есть? Пассажиры? Да, когда пассажиров уже эвакуировали в автобусы, они в автобусе пустили тетрадку. Начали писать фамилии, имя, отчества, телефоны. Потом создали группу в WhatsApp. Правда, там не все 200 человек. Но почти даже половины, наверное, нет. Ну, кто смогли. Потому что ситуация была не до того, чтобы там знакомиться, писать. То есть была ситуация такая. У них тоже был стресс большой. Кто смог, попали в эту группу в WhatsApp. Переписываемся. Была годовщина в прошлом году, 15 августа. То есть переписывались. Все вот встретились на том же кукурузном поле. Какие эмоции? Что говорят люди? Ну, очень, понимаете. Мы с пассажирами находились на том борту, понимаете. Эта ситуация нас как-то сблизила. Потому что те люди... Я понимаю, что люди с теплотой относятся. Кто-то следил за этими событиями, переживал. Говорят, мы плакали, мы переживали. Те же журналисты. То есть они переживали. Но то, как и пережили пассажиры, все-таки трудно передать. Понимаете? Потому что мы все-таки находились в одном самолете. Со вторым пилотом у нас были свои переживания. У борт-проводников были свои переживания. Они тоже выполняли все обязанности, которые мы их обучали. И там эвакуация и так далее. Пассажиры у них со своей стороны они смотрели, переживали. Да, тоже. Разговаривал с разными пассажирами. У каждого были свои переживания. И вот эта ситуация нас сблизила. И, конечно же, у них вот... Такие чувствуется искренность с их стороны. Искренность, теплота. Они нас поддерживают. Благодарность. Да, поддерживают нас, конечно же. Мы их тоже, в свою очередь, поддерживаем. Потому что ситуация такая неординарная. И я переживал за то, чтобы у людей не появилась аэрофобия. Боязнь летать. Потому что ситуация такая серьезная все-таки. Не появилась? Ну, у кого-то появилась, у кого-то прошла. Потому что люди некоторые пишут в соцсетях, что люди поверили в чудо. Что, оказывается, и без двигателя самолет может благополучно сесть. То есть кто-то, наоборот, избавился от аэрофобии. У кого-то появилось. Тут все индивидуально. На жизнь как-то поменялась тоже? Ну, конечно. У них жизнь. Да, переоценка какая-то. Переоценка однозначно у всех произошла. У каждого человека произошла. Даже не в этой ситуации. У любого человека, когда в жизни что-то происходит, идет переоценка. Значит, что-то в жизни не так делаю. Тут тоже, конечно, даже фильм выходил, документальный фильм. То есть эта ситуация показала то, что мы не вечные. Завтра может не настать. Поэтому не надо откладывать на более поздний срок. То, что надо делать сегодня, это общение с близкими. Или какая-то мечта у нас есть на потом. То есть нужно жить по максимуму, брать в хорошем плане. То есть стараться не откладывать, а вот именно ценить то, что у нас есть. Вы приехали в Чебоксары. Что вас связывает с Чебоксарой? Расскажите. Ну, я поступил в 99-м году на юрфакус, заочный факультет ЧГУ. Учился здесь до 2005 года. Вспоминаю с теплотой, с теплотой в сердце вот эти студенческие годы, которые мы проводили. Приезжали на сессию, учились. Сдружились с группой, с преподавателями нашими. Познакомился с красивым городом Чебоксары. Сразу полюбил, потому что очень теплый такой, благоустроенный город. Красивый залив. Вид на Волгу. То есть очень тепло. И самое главное, что студенческие годы всегда вспоминаются с теплотой. Поэтому вот на сессию... Почему ЧГУ? Почему юрфак? Ну, потому что у меня первое образование после школы было юридический колледж. То есть я хотел продолжить обучение и получить высшее образование. Почему у Чебоксары? Ну, посоветовали, потому что была возможность поступить на бюджет. И не так далеко. И конкурс позволял. Тем более были условия, что я окончил первое образование в колледже с красным дипломом. У меня была возможность по более... по льготной системе поступить на юрфак. Как часто приезжаете в Чебоксар? Очень редко. С 2005 года был в 2018 году. И вот сейчас вот второй раз. На днях в Чебоксарах открыли арт-объект «Мягкая посадка». С вашим участием как оно вам понравилось? Такой, знаете, добрый жест. То, что университет очень ценит своих студентов с теплотой. И по приглашению Александра Андрея Юрьевича я приехал, взял отпуск. Приехал сюда, в Чебоксары, для того, чтобы участвовать в мероприятиях различных. Встречался со студентами на форуме в Молгороде. Сегодня на днях была встреча с преподавателями. И в том числе открытие этой скамейки, арт-объекта, это было очень таким подарком, было неожиданным. Потому что на самом деле это очень красиво и это очень практично. То есть это скамейка, на которой кукуруза, такая тематическая скамейка, кукуруза, на которой выполнили посадку модель самолета А321. То есть это ковка или литье, то есть это все красиво. То есть любой желающий может сесть на эту скамеечку, сфотографироваться, селфи сделать. Посидеть, подумать о жизни. Да, ну там табличка есть, да, то есть подписана, по какому поводу она сделана. То есть очень спасибо за такой теплый жест, за такое теплое отношение. Угу. Что для вас значит, Дамир Касимович, работа пилота? Можно назвать работой или ваша эта жизнь? Что для вас значит? Ну, конечно же, это и работа, и эта жизнь, на самом деле. Нельзя как-то разъединять. Вначале это все-таки была романтика, потому что папа у меня был пилотом, летал на вертолете, и с детства меня заразил авиацией. Поэтому это мечта детства, которую сразу не получилось воплотить в реальность. После школы поступил в юрфак, армия, поработал юристом. Потом все-таки вот эта мечта с детства, которая не исполнена, она мне не давала покоя. Я все-таки винил себя за то, что я недостаточно был настырным, упорным, чтобы достичь профессии, мечты. И решил сделать еще попытку поступить, чтобы потом себя уже не винить, что вот я сдался, не попробовал. Ну, получится, значит, суждено. Не получится, то я буду спокоен, что я все-таки попытался. Ну, не получилось, что же. Попытался, получилось. Поступил, закончил, устроил авиакомпанию, летаю, работаю. Это моя любимая работа. Там было уже 35 лет, когда вы, да? Я когда начал летать, у меня было уже, да, поступил в 32, закончил в 35, сразу же устроился. Это моя любимая работа, которой получаю удовольствие. Во-первых, это небо, красивые виды, которые земли невозможно наблюдать. Закаты, рассветы, горы, реки. То есть, вот этот вид сверху очень красивый. Это скорость самолета большая, с которой ты управляешь, летишь, управляешь самолетом. Возможность путешествовать, смотреть разные страны, города. Постоянная смена вот этой обстановки. Ну, это, конечно же, работа. Семью надо кормить, надо работать, зарабатывать деньги. Это тоже работа, романтика, романтика, но со временем это переходит в обычную рутинную работу, скажем так. Хотя, хотя, вот я сколько раз фотографирую какие-то виды, восходы, закаты, да, как в первый раз. Это видишь, и ты понимаешь, что настолько все красиво вокруг тебя. И ты удивляешься, и вот хочется, вот еще там где-то видео снимаю, где-то фотографирую. То есть, настолько все красиво, работа очень красивая. Главный девиз, может быть, он один, может быть, их несколько. Ну, девизов несколько, но суть в том, чтобы никогда не сдаваться, не предавать свою мечту, не отступать от намеченной цели, двигаться всегда вперед, несмотря ни на что. То есть, пытаться вот как-то вот двигаться, двигаться, потому что много там под лежачий камень, вода не течет, дорога сидит дущая. Вот там не отступать и не сдаваться, то есть вот так двигаться к мечте, вперед. Даже если какой-то отрицательный результат, это тоже опыт какой-то, да. То есть, много случаев, да, когда у людей не получается, но они потом достигают таких высот, которые не достигают те, кто с первого раза, да, вроде все получилось у них. А те, кто не получилось, у них какой-то опыт, они настойчивость, настырность, и вот они достигают потом, достигают своей цели. И потом говорят, хорошо, что я не отступил и не сдался, потому что на самом деле ничего сложного не было. Главное себя верить. Есть у вас мечта? Мечта? Ну, мечта есть все-таки еще на вертолете. Не научился летать. Попробовать. Да, у меня мечта действует вертолет, а потом я в детстве мечтал, вот с парашютом спрыгнуть. Потом со временем она как-то у меня сошла на нет. Сегодня тоже спрашивали, задавали вопрос, хочу ли я спрыгнуть с парашютом. Вот, я говорю, ну, вроде было, а потом думаю, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы и нет, да. Вот. Ну, есть какие-то, да, мечты, их много. Что ж, мы надеемся, что все сбудутся, все ваши мечты, все ваши желания. Спасибо вам большое за такую увлекательную, интересную беседу. Приезжайте к нам в Чувашию почаще. Спасибо за приглашение. Хочу пожелать всем, всему коллективу, вашей телерадиокомпании, всем зрителям, пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, отличного настроения. Берегите себя. А я напоминаю, что гость нашей студии Дамир Юсупов, герой России, пилот, который спас 233 жизни. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»